На первых в истории Татарского района соревнованиях по биатлону-кросу среди учеников были представители 24 школ. Кроме того, лицей подготовил сразу две команды. Несмотря на то, что сборная нашего района уже не раз доказывала свое мастерство на региональных и всероссийских соревнованиях по биатлону и палеотлону, пока это направление развито не в каждой школе района. Для того, чтобы исправить эту ситуацию и проводится первенство. Мы сегодня все посмотрим, насколько готовы школы, оценим готовность. Далее у нас запланировано совместно провести совещание с учителями школ. Мы планируем зимний биатлон, включить спартакиаду школьников. Сейчас это будет просто как соревнование. Такой этап мы посмотрим, научим учителей физкультуры. Сейчас на данный момент в каждой школе должно быть пневматическое оружие. Это в рамках основы безопасности жизнедеятельности. Мы, исходя из этого, пошли таким путем, что мы будем сейчас стрелять из переломок, то есть тех винтовок, которых есть. А в дальнейшем мы хотели бы включиться в проект биатлон в школу. Именно спортивная общественность района выступила с инициативой внедрения биатлона в школу. Идею поддержала местная администрация и региональное правительство. То есть, что школам нужно? Мы уже примерно план действий выработали. То есть, три установки, три винтовки лыжам инвентарьевым школам обеспечить. Потому что есть учебная программа общеобразователя и раздел лыжной подготовки в школе есть. Но бывает так, что лыж нет и лыжную программу выполнить сложно. То есть, мы будем в Министерстве спорта, в Министерстве образования эту тему уже дальше продвигать. Организаторы первенства рассказали участникам, что лыжные виды спорта, и в частности биатлон, требуют серьезной подготовки и выносливости. Но они не сомневаются, что после таких соревнований будет приток молодых биатлонистов. У нас сейчас пошла такая тенденция, что на соревнования по биатлону приходит очень много родителей. И это очень приветствуется, потому что они оказывают помощь не только своим детям, но и тренерам, и в организации проведения соревнований, и любую другую посильную помощь. Мы уже договорились с вашими тренером, что вышлем календарь областной им, чтобы они знали, когда у нас соревнования, приезжали к нам. И также будут судейские семинары, будем приглашать ваших судей, чтобы повышали квалификацию и проводили соревнования уже на высоком организационном уровне. Участники соревнований были разделены на две группы. В первой состязались 15 сельских команд, а во второй 9 спортсменов из городских школ. Биатлон – это олимпийский вид спорта, и его развитие на территории татарского района – большая честь и ответственность. Уже в летний период будет решаться вопрос по выделению финансирования. Мы планируем оснащение за счет субвенции на учебный процесс данного направления и за счет грантовых средств. И, конечно, я уверена, что с администрации, с местного бюджета тоже будут выделены средства на данное направление. Организаторы уверены, что уже через год наш район будет представлен новыми биатлонистами, которые впишут в свои имена спортивную историю региона. Продолжение следует...